Об этих и других достижениях специалисты компании «Мегафон» рассказали люберчанам, заглянувшим в фирменный шатёр, который был установлен перед городским дворцом культуры в День города и района. Компания «Мегафон» прежде всего, конечно, в моём лице хочет поздравить всех люберчан с праздником Дня города. И для всех горожан в этом году мы подготовили особенный подарок. В этом году в районе была запущена 50-я базовая станция, которая поддерживает технологии четвёртого поколения. А это значит, что практически 90% всей сети «Мегафон» на территории Люберец и Люберецкого района поддерживают технологию четвёртого поколения 4G. Оценить все возможности высокоскоростного интернета можно было здесь же. В фирменном шатре компании были представлены последние новинки мобильных устройств, которые можно было не только посмотреть, но и при желании воспользоваться ими. Подготовлено ряд конкурсов, викторин, квестов. Один из квестов предполагает собой постановку задач для абонентов, которые им необходимо решить при помощи мобильного интернета. То есть быстро на своём устройстве найти ответы на вопросы, которые задаёт ведущий. Тот, кто справится с этой задачей быстрее, получает подарки и сувенир от нашей компании. На данный момент у нас подключено 5 телефонов, и все они показывают скорость более 30 мегабит в секунду. Такую скорость даёт не каждый проводной провайдер, волоконный провайдер. Ну, с чем, собственно говоря, это большое достижение для Люберц, для Подмосковья. Не каждый город, не каждая столица мировая может похвастаться такими скоростями в 4G. Пока взрослые, благодаря возможностям высокоскоростного интернета, участвовали в увлекательной игре и получали за это подарки, юные горожане могли сделать себе аквагрим. Или сфотографироваться на фоне баннера с изображением макета базовой станции и здесь же на месте распечатать снимок. Одним словом, компания, которая ежегодно принимает участие в праздновании дня Люберецкого района и города Люберцы, знает, как удивить и чем порадовать люберчан. Ольга Чуканова, Игорь Морев, Люберецкое районное телевидение.